В мае 1872 года художник специально ездил в Петербург, чтобы по просьбе мецената Павла Михайловича Третьякова написать портрет известного писателя Федора Михайловича Достоевского. Задача предстояла нелегкая. В то время Федор Михайлович работал над романом «Бесы». Он целые дни проводил в своем рабочем кабинете и отказывался встречаться даже с близкими людьми. Кроме того, писатель предъявлял высокие требования к портретистам. В редкие и только мгновения человеческое лицо выражает главную черту свою. свою самую характерную мысль. Художник изучает и угадывает эту главную мысль лица, хотя бы в тот момент, в который он списывал, и не было ее вовсе на лице. Сеансы позирования были короткими и редкими. Однако Перов к тому времени был уже опытен и довольно знаменит, потому рисовал быстро и самозабвенно. Сказывалась также невероятная увлеченность поставленной задачей. Художник, как и его заказчик, относился к мастеру русской словесности с особой любовью. Во время работы Перов заставал Достоевского в самом разном настроении. Старался разговорить его, вызывал на споры. При этом он непрерывно и внимательно изучал его манеру изгладать мысли, слушать, сидеть задумавшись. В результате картина получилась настолько убедительной, что запечатленный на холсте образ навсегда слился с представлением о самом Достоевском и стал неотделим от него. Можно сказать, что Перов уловил минуту творчества великого писателя. Тот как бы смотрит в себя. На лице заметно отражение и страсти, и сомнений, и необыкновенной духовной мощи. Портрет даже называли знаком времени. Вероятно, такое глубокое проникновение в характер модели стало возможным, потому что оба мастера видели свое существование в искусстве схожим образом. Достоевский был одним из тех, кто возглавлял реализм в литературе. Перов вел за него борьбу с живописи. Художник Иван Николаевич Крамской так высказался об этом портрете. Характер, сила выражения, огромный рельеф, решительность теней и некоторая как бы резкость и энергия контуров, всегда присущие его картинам, в этом портрете смягчены удивительным колоритом и гармонией тонов. Этот положительный отзыв был особенно ценен для Перова, потому что Крамской постоянно критиковал его творчество. Портрет оказался единственным созданным при жизни писателя. Картина исполнена в серовато-коричневых красках и лишена колористических эффектов. Но подобный асклетизм играет только на руку. Зрителя ничего не отвлекает от образа Федора Михайловича. Его бледное лицо ярким пятном выступает из фона, в то время как фигура тонет полумраки. В верхней части картины довольно много свободного пространства. Оно словно отодвигает героя, а зрителя еще больше замыкает в себе. При всем минимализме деталей, сам костюм и фактура его материи прописаны достаточно явно. Соединенные кисти рук с переплетенными пальцами оттеняются темной в полоску тканью брюк. Под серым тяжелым добротным пиджаком отчетливо различается белая рубашка и черный в красную крапинку галсту. Субтитры создавал DimaTorzok